Здравствуйте, мои дорогие зрители и подписчики! Приветствую вас на своем канале! Кто первый раз попал на мой канал, здравствуйте! Очень вам рада! Мой канал посвящен гаданию на картах Таро, предсказанию на различные темы, интересующие, как правило, моих подписчиков. Кто уже подписан на мой канал, очень вам тоже рада! Спасибо большое за обратную связь, за то, что пишете, как проигрываются расклады, за ваши слова благодарности. Это очень приятно. Сегодня решила сделать расклад на такую тему. Что мешает вам построить счастливые отношения? Счастливые, успешные, благополучные отношения. Давайте смотреть, что же мешает. Какие-то препятствия, может быть, кто-то мешает. Сейчас посмотрим, что покажут карты. Расклад, как всегда, будет общий. Конкретно вашу ситуацию я не знаю. Карты я читаю в общем. Рекомендую настоятельно смотреть расклад, если эта тема вас интересует, от начала и до конца. Потому что информация идет на протяжении всего расклада. И можно ее интерпретировать только, когда вы ее полностью всю услышали. Вот. Итак, что же мешает вам построить счастливые, успешные отношения? Давайте смотреть. Четверка жезлов. Ну вот смотрите, большое очень желание у вас иметь семью. Построить именно семейные отношения. Да. Именно такие серьезные семейные отношения. Может быть, вы уже находитесь в семье. Да. Но почему-то, понимаете, здесь вот при этом четверка чаш у нас выходит. И двойка мечей. Значит, что же мешает? Что, да? Знаете как? Вы не понимаете, как вы должны действовать. Вы не понимаете, как в этих отношениях или в той ситуации, в которой вы находитесь, если у вас отношений нет. Да. Что вам делать? Вы вот в чувствах своих, как знаете, внутри, вот как замерли вы в своих чувствах, вы устали от того, что было раньше, от предыдущих, возможно, отношений, возможно, от теперешних тяжелых отношений, от одиночества, да, может быть, кто один. Здесь вы, ну, вот тяжело вы это переносите, да, вроде как и действовать, знаете как, вот надо, вы понимаете, надо и хочется, но не действуете вы, потому что внутри у вас какая-то вот усталость, да, может быть, мне это и не нужно уже, может быть, ничего не получится, но на самом деле стремление в вас очень сильное и горячее. Не нужно в себе это как-то, да, тушить вот этот вот огонь, вот этот вот костер, который в вас горит, желание, да, обрести счастливые отношения, либо построить счастливые отношения, наладить их именно отношения, которые будут настолько серьезными, где там уже они будут проигрываться, как семейные, да. Что еще? Девятка Пентаклей. Здесь вот видите, какая карта женщины, у кого-то, очень маленького числа зрителей, да, кто об этом знает, здесь, возможно, замешана какая-то женщина, обеспеченная женщина по этой карте, да, из-за которой вот в данных отношениях, может быть, вы не можете построить их, да, то есть соперница, да. Соперница, да, которая буквально там нашептывает вашему мужчине. Вот здесь вот здесь вот у нас, да, выходит сам мужчина, мужчина, возможно, старше вас, возможно, просто такой солидный, знаете, такой опытный, который, ну, сам знает, как, что он хочет. Да, да, и вот он, вот выбор тут стоит, третья сторона здесь может быть замешана, а также здесь, знаете, что может быть еще, что здесь у вас на самом деле отношения кармические, которые нужно просто отработать. Возможно, вы сейчас находитесь в каких-то отношениях кармических, которые вы не закончили, свою карму там вы еще не отработали, да, и поэтому новые отношения вы пока не можете начать. То есть там карма не отработана, даже если вы уже какого-то мужчину встретили, то есть там вы еще не закончили. Такое тоже может быть, да, и поэтому здесь просто нужно, ну, как бы, ну, вот так вот у нас устроено во вселенной, да, что нужно отработать эту карму. Вот, а может быть здесь, кстати, кто-то нашептывает вашему мужчине вот это по девятке пентаклей женщина, что-то советы дает какие-то, да, что посмотри по сторонам, может быть, она не судьба тебе, может быть, не так, но здесь вообще у многих отношения кармические, да, тройка чаш здесь выходит. Ну, понимаете, вот у многих, у многих все-таки третья сторона здесь присутствует, может быть, это бывшая, может быть, настоящая, может быть, мама его, сестра, кто-то, да, кто постоянно вот эти советы дает, хотя мужчина на самом деле сам с усам, сам понимает все, но что-то здесь такое есть. Что еще мешает? А, рыцарь мечея здесь, смотрите, возможно, вы находитесь еще и на расстоянии, у вас отношения, возможно, по переписке. Вот если у вас отношения по переписке, так это может как раз быть небольшим препятствием, да, что на расстоянии вы находитесь, либо здесь может быть замешана ревность еще, да, то есть, что мешает? Ну, вот вы ревнуете или мужчина ревнует, постоянное терзание какие-то, надо, не надо, хочу, не хочу, буду, не буду, то есть, вот они отношения, нужны ли они мне вообще, а тот ли это мужчина, такое тоже возможно, да. А буду ли я, а сколько я еще буду ждать, там, например, его, да, когда он, может быть, приедет или когда он примет решение, когда он выберет. Вот это. Так. Девятка, да, девятка мечей. Что мешает? Ну, вы, конечно, очень много пережили уже, уже очень много пережили в своей жизни. Раны еще кровоточат у вас, понимаете, вот эта боль, она никуда не ушла, так говорят карты девочки, такую ситуацию показывают, да, то есть, вы ищете баланс, вы хотите, да, как-то найти гармонию во всем, найти гармонию в своей жизни, в своих отношениях, да. Но от вот этих вот предыдущих обид, болезненных каких-то ситуаций, отношений, болезненного опыта, от какого-то негатива, вот вы устали. Много вы пережили, действительно, очень много, очень сильная, конечно, женщина здесь проигрывается, очень сильная, которая многое уже прошла. Да, многое прошла, очень, ну, вот что мешает? Мешает то, что, ну, вы никак не можете обрубить то, что было, то, что вот вы пережили, ваше сомнение, то, что вот в былое уже. Да отрубите вы его все, это говорят вам карты, да, не нужно на этом зацикливаться, не нужно себя дальше вот это вот изводить, вот это вот, знаете, все время анализировать у себя в голове, что да как, да почему, да не так, почему не сложилось там когда-то с кем-то. Это говорят нам карты, не важно, это вы закончить должны там, не нужно вспоминать прошлое, да, не нужно жить настоящим, настоящим у вас все хорошо, ценное вы, у вас вы можете и заработать, вы можете иметь те отношения, которые хотите, да, вы можете этого добиться, говорят нам карты. Вот видите, дно колоды, тройка жезлов у нас, то есть на самом деле, кто должен был выбрать что-то, уже выбрал, да, то есть может быть сами себе вы не признаетесь, но вы уже четко все понимаете, ситуация вам уже абсолютно ясна, как, куда и что и нужно и зачем, то есть, ну, вот, пожалуйста, зачем, как, что и чего нужно, потому что вы понимаете, вы здесь проигрываетесь как королева чаш, как женщина, живущая чувствами, эмоциями, чересчур эмоционально, может быть, вы очень близко к сердцу все принимаете, девочки, я не знаю, так вот нам карты показывают, да, что очень остро на все реагируете, возможно, сразу влюбляетесь в партнера, в мужчину, да, и уже сразу же, буквально думаете, что еще чуть-чуть и уже под венец, да, тут вот говорят нам карты, нужно немножечко приостановить вот это вот, такие желания, если они у вас только есть, да, что дайте время, все будет, но не нужно торопиться, не нужно сразу все вот так вот, да, через себя пропускать, что вот он мой единственный, вот он мой неповторимый, другого не будет никогда, будет, говорят нам карты, будет, да, будет и много будет, и будет счастье, да, вот, по десятке чаш, и будет счастье, семейная жизнь, потому что высшие силы благословляют вас, радуга, посмотрите, какая красивая здесь, да, будет и семья, будет и будут и дети, да, если их еще нет, либо счастье с вашими детьми у вас будет в семье, как вы хотите, но чувство это хорошо, но только не нужно сразу же, вот так, знаете, как, когда чересчур, очень чересчур страдания, рыдания, вот это вам говорят карты, не нужно, не нужно этого, а двойка жезлов опять же выходит, понимаете, у многих здесь вот сейчас как раз, может быть, вы выбираете из двух каких-то мужчин, да, может быть, два каких-то пути есть, куда двигаться, да, но вы стоите вот сейчас как раз вот, да, что-то, что-то нужно выбрать, возможно, принять решение, либо, да, как-то действовать, может быть, какие-то новые страстные отношения у вас на пороге, либо в них вы, да, но вы здесь, может быть, у вас и два мужчины даже, да, вот у нас там выходил рыцарь мечей, а вот рыцарь пентаклей, может быть, у вас двое мужчин, один воздушной стихии, другой земной стихии, вполне возможно, да, у многих может быть такое, вот, кто-то, может быть, ждет каких-то новостей очень активно, да, и на этом зациклился, я не знаю, весточки напишет, не напишет, да, выйдет на связь, не нужно, говорят нам карты, так, переживать и близко к сердцу воспринимать, будьте поспокойнее, будьте, обрубите все вот это вот, что было раньше, обрубите, обрубите, найдите вот это гармоничное состояние и посмотрите, опять предрекают вам счастливые отношения в паре, лучшая, одна из лучших карт в колоде двойка чаш, что пара будет, вот посмотрите, да, вы построите эти отношения, обязательно счастливые, такие комфортные, как выходить, но сначала нужно самой в себе достичь вот эту гармонию, перестать вот это вот, знаете, в себе вот это все анализировать, в себе вот это все перекручивать постоянно, может быть, обсуждать с подругами постоянно, а что, да, как, да, что, все, это былое, это ушло, говорят нам карты, теперь у вас новое что-то на пороге, новое, заново вам нужно посмотреть на всю ситуацию, да, забыть о своем разбитом сердцем, вот оно вам мешает, понимаете, вот те обиды, та боль, которая есть, вот это, что мешает, вот то, что у вас в сердце, откройте свое сердце, не нужно его так закрывать, да, что нет, больше мне никто не причинит эту боль, не причинит, да, потому что вы будете спокойно, да, в гармонии внутри находиться, спокойно на все смотреть, смотреть и анализировать то, что происходит, анализировать мужчин, которые проходят, да, которые приходят, которые уходят, понимают, понимают, что все это не случайно, вот, кстати, посмотрите, карта какая у нас перевернулась, все это не случайно, вот у вас король Пентакли у вас, возможно, на подходе, мужчина земной стихии, приземленный, серьезный, такой, знаете, который все знает сам, учить его не надо, материальную цену вопроса очень-очень ценит, да, а может быть, говорят, нам карта мешает вам то, что вы ищете именно мужчину короля Пентакли среди обеспеченных, да, богатых уже, посмотрите по сторонам, может быть, есть кто-то и попроще, но зато с прекрасной душой и с прекрасным сердцем, который отдаст вам сердце и сделает для вас все, а ведь мужчина у нас делает кто? Женщина, благодаря женщине только мужчина достигает то, чего он достигает, да, пас жезлов здесь как раз выходит, подтверждение, да, что будет, вот не нужно все, вы можете всего этого достичь, страсти у вас кипят, но не нужно так сильно, вот, да, стремиться только к богатству или там только к страсти, посмотрите спокойно по сторонам, успокойтесь, говорят нам карты, семерка мечей, попытайтесь, попытайтесь, по крайней мере, более спокойно реагировать на все, да, спокойнее реагировать и подходить ко всему с, вот таким, знаете, с открытым сердцем, с добротой, с любовью, ведь мужчины любят ласку, любовь, чувства, каждый мужчина хочет, чтобы его любили так же, как и каждая женщина, да, то есть не только, чтобы ценили там его материальный достаток, но я, вы поймите, я говорю в общем, не конкретно о вас, да, а просто как бы канал в карту открылся, и так я его читаю, вот. Ну, восьмерка чаш, вот понимаете, вот эти вот бесконечные воспоминания, мечтания, не нужно, не нужно, живите сегодня и сейчас, говорят нам карты, потому что на самом деле вы очень многого можете добиться, видите, вот вы все время здесь вот в паре уже, видите, кто-то уже в паре, и все у вас хорошо там, не нужно себя накручивать, говорят нам карты, у вас все уже хорошо, у вас хорошие отношения, просто может быть где-то, ну, бывают шероховатости, да, и вот у вас, посмотрите, проигрывается даже будущий супруг, законный супруг, или еще мужчина, король меча, да, мужчина воздушной стихии, который будет с вами, который достаточно решительный, да, который защищает свои границы, свою женщину, такие мужчины даже где-то и агрессивные бывают, или это законный супруг здесь может проигрываться, да, то есть вот он уже на подходе, либо бывший законный супруг, с которым еще не все закончено, да, ну, что, можно подытожить, что карты нам советуют, что не нужно так сильно копаться в себе и убиваться, причин, вас никаких причин внутри нету, просто спокойнее реагируйте, мир таков, все мы для чего-то друг друга встречаем, отношения различные, отношения очень часто кармические, и разные типы кармических отношений бывают, думаю, вы об этом знаете, раз интересуетесь, да, эзотерикой, все эти темы, разные задачи перед нами стоят, если еще не складывается, значит, что-то еще не отработано, либо то, что отработано, не оставлено, не отрезано, не обрублено, да, то есть в вас оно еще живет, да, вам еще, вот вы еще, знаете, как переживаете эту боль, возможно, обиду, неудачу или что-то, а здесь говорят нам, вот весна, все, смотри, обрубай это все, смотри вокруг, спокойнее реагируй, сердце, да, ранили сердце, может быть, не раз, скорее всего, не раз, есть любовный треугольник, ну, значит, так должно быть, да, это только касается тех, кто знает про любовный треугольник, да, если вы об этом не знаете, вас это не касается, да, значит, ну, вот так предрешено, но отношения будут счастливыми, ты добьешься того, что ты хочешь, и будет и семья, и будет и успех, и будут вот такие прекрасные, видите, вот здесь даже связанные ленточкой вы, прекрасные отношения, да, вот весь негатив уйдет, который, может быть, был на вашей паре, на вас, на ваших отношениях, все это вы переборете, все это как-то разрешится, и впереди вас ждет успех, говорят нам карты, посмотрите, какой нижний ряд прекрасный, все будет прекрасно, ну, вот такой вот расклад у нас получился, пожалуйста, отписывайтесь, как проигрывается, важно очень, да, такие расклады стала делать на немного более глубокие темы, вот, ну, а я прощаюсь с вами, всего вам доброго, до свидания.